Добрый день, дорогие друзья! Сегодня с вами я, Татьяна Гребнова. Итак, прежде чем регистрироваться в компании, мы должны завести Яндекс.Почту, Яндекс.Кошелек. Сейчас я вам наглядно продемонстрирую, как завести Яндекс.Почту. То есть мы выходим на Яндекс, нажимаем кнопку «Зарегистрироваться». Здесь мы вводим все свои данные. Дальше мы все заполнили, все поля нужные нам. Нажимаем «Регистрация». Номер телефона при почте нужно указать, но я по понятным причинам здесь не буду его указать. Итак, поехали, зарегистрироваться. И все равно все-таки нужно указать номер телефона. Итак, мы с вами зарегистрировались. Вот наша почта. Вот мы зашли на нашу новую почту. Далее. Как завести Яндекс.Кошелек. Вот тут мы видим с вами три вкладки. Нажимаем три полоски, вернее, нажимаем на эти три полоски. Нажимаем на вот эту желтенькую «Кошелек.Деньги». Кошелек у нас уже автоматически создался. Обычно нужно нажимать «Создать кошелек». Просто «Создать кошелек». Далее. Номер кошелька у нас уже 200. Нам необходимо сейчас сделать из статуса «Анонимный кошелек» «Именной». Это в первую очередь мы должны сделать. Вот видите, у нас номер кошелька. Мы нажали вот сюда на нолик. Теперь мы нажимаем на слово «Анонимный». Заполняем онлайн анкету. То есть нам нужно заполнить вот эти поля. Фамилия, имя, отчество, дата рождения, серия и номер паспорта, дата выдачи. И снилс, но снилс можно не указывать. Можно без снилс. Далее мы сохраняем данные. Итак, как только мы заполнили все данные, наш статус уходит на проверку. Да. Дальше мы уходим в почту. То есть это первым делом. Как только наш кошелек проверится, будет статус «Именной», мы можем продолжить работать. Почему это важно? Потому что при переводе средств с кошелька на кошелек, если ваш кошелек будет в статусе «Анонимный», то эти деньги, которые переведутся, либо вам, либо человек, который будет переводить вам деньги, либо вы, неважно в какую сторону, то эти деньги будут заморожены сроком на один месяц. То есть ни туда, ни сюда. Просто по той простой причине, что кошелек у вас не прошел проверку. Статус проверки. Это самое первое, что нужно сделать. Продолжение следует...